Станислав, привет! По итогам нашей конференции по выбору систем сетевого трафика, хотелось бы узнать, какие впечатления у тебя? Здравствуй! Впечатления абсолютно замечательные, дискуссия получилась очень живой. К сожалению, мы ограничены таймингом и регламентом, и поэтому очень много вопросов остались за кадром. Однако я уверен, что это не последнее мероприятие, и мы сможем эту тему раскрыть в перспективе и с экспертами, с которыми сегодня общались, и также с другими коллегами, кто зачастую, вероятно, был как зритель и задавал свои вопросы. Я уверен, что еще много раз встретимся, много раз обсудим те технологии, которые сегодня обсуждали по мониторингу и анализу сетевого трафика. И я думаю, что у нас еще будет время раскрыть вопросы. Мне очень понравилось в целом, что дискуссия была живая, очень конкурентная, очень много альтернативных мнений. Далеко не всегда мы приходили к единому консенсусу, и это замечательно, потому что в спорах истина. Что было очень хорошо видно по тем вопросам, которые мы от наших зрителей получали, что есть некое непонимание такое, я бы даже сказал, массовое, для кого, вернее, даже для чего нужны НТА и решения вот этого класса. По вашей практике, кто их на данный момент покупает и для каких задач? Ну, сначала на первую половинку вопроса. В действительности у нас почему-то в нашей российской действительности информационной безопасности, в нашей реальности, новая терминология, она не быстро приживается. Зачастую то, что было известно мировому рынку 10 лет назад и активно используется 8 лет назад, до нас до сих пор не дошло. Тот же самый трэдхантинг только сейчас приходит в голову людей как термин, как процесс, как понятие. То же самое касается и новых классов системы обеспечения информационной безопасности, средств обеспечения информационной безопасности. И это абсолютно естественный процесс. Наш рынок, он несколько инертный все-таки. Он бюджетный во многих отраслях, и это зачастую истоки еще и корни имеют в Советском Союзе и в нашем прошлом. Это абсолютно нормальная история. Что же касается НТА и тех заказчиков, которые, ну, целевая аудитория для этого класса решений, я полагаю, что это все-таки средний и крупный бизнес. Это компания, у которой есть свое подразделение по информационной безопасности, либо это компания, которая оказывает услуги по мониторингу, разбору и реагированию на инциденты, то есть предоставляет услуги коммерческого security operation центра. Правильно ли, что говорить, вот опять-таки, что возвращаясь к тому, что обсуждалось на конференции, что НТА это такая неотъемлемая часть инфраструктуры СОКа, и, в принципе, его должны покупать те компании, у которых есть СОК, или не обязательно так? Это абсолютно не обязательно так. НТА это решение, которое предназначено для анализа трафика. Если мы понимаем, что наши компании входят, наша инфраструктура, в которую мы хотим устанавливать средства защиты, она входит в спектр интересов для целевых атак, и там возможны инциденты, которые потребуют расследования. То есть если у нас есть задача по анализу этого трафика, практически из опыта работы организации, из выстроенных моделей политик безопасности, тогда НТА организации нужен. Что касается security operation центров, у нас там со зрителями разошлось мнение. Это абсолютно, опять же, нормально, потому что рынок инертен, потому что те люди, кто занимается изучением ландшафтов и прочего, эксперты, они почему-то, ну, они все равно немножко визионеры, чуть вперед смотрят. Плюс мы тут сегодня собрались вендоры, и это абсолютно логично, нам топить за наши продукты, как ни странно. Вот, однако, если говорить вот о действительно практической пользе для СОКа, то СОКу точно нужен какой-то анализ трафика. Если это продвинутый хороший IDS, то, вероятно, НТА – это следующий шаг развития, то есть security operation center. Если там вообще никакого нету анализа трафика, то, очевидно, у них слишком мало данных для разбора инцидентов, для получения полноценной картины и сбора всех криминалистически важных данных и контекста атаки. Ну, какой-то анализ трафика же все равно должен быть там. Ну, разумеется. Потому что хотя бы с firewall, от IDS, от таких уже классических средств. Хотя бы IDS. И на следующем этапе они должны уже созреть до НТА, да? Да, неплохо, если IDS с DPI. Если этого до сих пор нет, в 2020 году это повод задуматься. Хорошо. Если все-таки компания дозрела до этого уровня анализа и сетевого трафика, хочет больше, то если разложить юзкейсы по использованию НТА, это вот топ-3, может быть, 5, это что? То есть вот у нас было интерактивное голосование, да, там как раз по вопросу, для чего, что вам интересно было бы использовать. Но все-таки это может расходиться с практикой конкретно вашей компании. Вот, может быть, ты бы озвучил какие-то данные. Для нас самая главная функциональность НТА – это выявление целевых атак внутри инфраструктуры. Это в том числе и спящие вредоносные воздействия. По нашей аналитике, длительные сложные атаки, они длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Мы в своей практике встречали такого рода атаки, которые в инфраструктуре спящими оставались незамеченными более 18 месяцев. Вот, к сожалению, это реальность, это действительность. И зачастую, особенно это касается промышленных предприятий и топливно-энергетического комплекса, а также некоторых государственных органов, атаки производятся не с целью хищения денежных средств, это достаточно быстрый процесс. Атаки производятся с целью длительного шпионажа или хищения каких-либо данных важных изнутри инфраструктуры или предоставления, продажи доступа в эту инфраструктуру. Соответственно, тогда эта атака, ну, то есть злоумышленник максимально замотивирован долгое время оставаться незамеченным. Ну, это вот как раз задача детектирования, да? Да, и для нас задача детектирования, она все-таки, наверное, первостепенна. Мы видим безопасность в первую очередь в обнаружении и реагировании, и уже потом в расследовании. Мы хотели бы заниматься превентивными действиями, а не постинцидентным консалтингом. А с точки зрения именно постанализа инцидентов, механизма расследования, это безумно важная задача? Это важно, но на данный момент мало востребовано. Ну, в нашем продукте это тоже учтено, конечно. Это востребовано. В действительности у нас глубина хранения, скажем так, поскольку у нас не совсем ИнТей, у нас там есть несколько разных модулей, и определенные модули занимаются сбором определенных данных, и глубина хранения этих модулей, она разнится в зависимости от выполняемой функциональности. Вот. Сырой трафик, как таковой, в данном кейсе, в решении, который предназначен для борьбы с целевыми атаками, он не хранится. Хранится огромное количество метаинформации, хранятся сигнатурные срабатывания, есть более сложная ML-аналитика поверх сигнатур, все, что мы сегодня здесь обсуждали. Однако, например, логи событий, собираемых с рабочих станций, хранятся в течение двух недель. Вот. Ну, и этот порог, он тоже, его возможно менять в зависимости от конкретной инсталляции, от задач, которые стоят перед этой инсталляцией. Пока не ушли дальше, что я правильно понял, что большого хранилища для копии трафика, скажут, что в вашем случае не нужно покупать там на многие терабайты, если речь идет там о метаинформации, скорее всего, это не очень большой объем. Ну, это все равно существенный объем, но, конечно, он не сравним с хранением сырого трафика. Ага. Хотел бы тогда что уточнить с точки зрения стрет-хантинга, да, вот, задача детектирования, она чем-то отличается от этого модного понятия охоты на злоумышленника, да, там, обнаружения такого как бы активного, аж активного поиска, да, следов? В вашем случае это что-то другое, или вы в эту сторону пока не идете по какой-то причине? Немножко к терминологии надо опуститься. Тред-хантинг – это процесс. Процесс этот заключается в том, что аналитик информационной безопасности, работая с какой-либо инфраструктурой и с определенными информационными ресурсами, понимает, что появилась новая угроза, и эта угроза может быть актуальна для его инфраструктуры. У него стоит задача проверить эту гипотезу, вот, и он какой-то инструментарий должен использовать для того, чтобы ее подтвердить, либо опровергнуть. В данном случае он может взять как раз что-нибудь АИИ. Он может использовать НТА, к сожалению. НТА – это далеко не все, что можно получить об инфраструктуре, это все-таки про трафик. Вот. В реальном боевом кейсе очень важно ему еще заглянуть в другие источники, на те же самые хосты, получить информацию там о каналах доставки вредоносного по инфраструктуру, ну и прочее. Вот. И тогда он… Ну и собирать еще очень много диагностической информации о рабочих станциях, например, о версиях прикладного ПО, которые на них используются. Например, если он узнал о новой уязвимости и хочет понять, насколько она актуальна для его инфраструктуры, как угроза. Вот. Ему нужно много разного инструментария. Если говорить о нашем продукте, то в нем есть функциональность по внутреннему тредхантингу, как в части автоматизированного, быстрого, индексированного поиска по событиям от анализа трафика, от поведенческих анализов, от анализов последовательских событий с рабочих станций. Также есть достаточно гибкий и тоже очень быстрый поиск по всем ивентам, полученных с каждой рабочей станции. Это тоже очень полезно бывает для тредхантинга внутреннего. Но еще мы пропагандируем такую историю, как экстернал или внешний тредхантинг. Это немножечко другая вещь, где мы отслеживаем то, как инфраструктура злоумышленников и структура их командных серверов готовилась к конкретной целевой атаке, заглядываем по ту сторону баррикады. Это атрибут все позволяет выполнять. Это анализ Dark Web, да, и все, что... Нет, нет, это не совсем про Dark Web, точнее, скорее, вообще не про Dark Web. Это про анализ изменения структуры сети интернет, сканирования IPv4 пространства, сбор DNS-ов, passive DNS-ов, хуиз-данных, SSL-сертификатов, мейлов, кто регистрирует домены за собой, профили людей, организации и прочее. Это все Asynth, Open Source Intelligence. Соответственно, у нас есть в составе наших продуктов целый модуль, который занимается увязыванием этих сущностей в сети интернет в граф. И с помощью этого графа можно произвести расследование инфраструктуры атакующего. То есть можно заглянуть по ту сторону, посмотреть, как устроены командные серверы. Как они работают, да? Как они работают и как они развивались в динамике, потому что там еще и таймлайн есть. Интересно. А возвращаясь к трет-хантингу, я правильно понял, что для формирования гипотез и их проверки используются некие индикаторы компрометации, которые в том числе заказчик получает в коробке от вашей компании. Или их нужно за дополнительные деньги как-то покупать или извне? Индикатор не равно гипотезе в действительности. А гипотеза может быть, и она может перепроверяться множество раз, если обновляются индикаторы, с которыми она может быть связана. Соответственно, да, у нас есть наша киберразведка, да, у нас есть возможность выгрузки огромного количества фидов и оков в сторонние системы, в СИЭМ, АРП, СОАР и прочие решения. Есть несколько разных АПИ, все здорово работает. Вот, но идея, она в другом. Это все-таки работа аналитика. Он должен понимать свою инфраструктуру и понимать свои задачи. он должен прекрасно представлять, для кого его инфраструктура может представлять интересы злоумышленников, каким образом они могут на эту инфраструктуру воздействовать. И он должен искать не все подряд, он должен в первую очередь ранжировать вероятные угрозы и отбирать наиболее опасные, наиболее вероятные. Для именно своей компании. Получается, тогда он, что условно, из коробки от вашего аналитика не получит это в каком-то готовом виде. Как погружение в действие. Тредхантер – это сложная профессия, это дорогой специалист. И, к сожалению, сегодня на рынке их немного в России. Но я верю, что это в ближайшее время будет меняться. Да, и хотелось бы про роль машинного обучения. Мы немножечко, кажется, в эфире поговорили. Но хотелось бы на примере вашего продукта понять, что все-таки, насколько это важно, и как используется машинное обучение в вашем продукте. Машинное обучение, как я уже говорил, используется для анализа ссылок. Машинное обучение используется в классификаторе, в поведенческом анализе, конечно же. Машинное обучение используется для поиска аномалий в сетевом трафике. Машинное обучение используется для вот этих мультисигнатур. То есть все-таки это не одна сигнатура, ее нельзя назвать мультисигнатурой. Это анализ ML поверх сигнатур, так корректнее. Машинное обучение используется для многих, на самом деле, еще используется. Вплоть до того, что именно пользователи внутри виртуальной среды в поведенческом анализе выдумывают иногда. И имитируют действия пользователя, там разные мышеклики, и куда он смотрит, анализирует обычно. Составляют тепловые карты и вот эти все вещи. ML в продукте много. Зачем он нужен? Он действительно помогает очень качественно автоматизировать процесс сбора индикаторов, процесс агрегации внутри одного инцидента, нескольких разных алертов. Процесс вот именно... Короче, ML экономит человеческий фактор. Он экономит человеческие ресурсы, которые необходимо тратить на анализ, потому что он автоматизирует много процессов. Да, переформулировать чуть современный NTA без машинного обучения, что вообще возможно? Это будет ИДС. ИДС, да. Вот, кстати, тоже такая разница, о которой спрашивали наши зрители, потому что многие на самом деле все еще не до конца понимают и спрашивают как раз, чем это отличается от ИДС. Основное это то, что там есть более сложный интеллектуальный анализ, помимо обычных сигнатур. И то, что ИДС все-таки скорее периметровое средство защиты, ну, по крайней мере, IPS так точно. А NTA изначально задумывался как решение, которое сушит ядро. И в завершении я бы, наверное, хотел спросить про использование NTA по модели SAS, да, из облака, насколько это возможно. Вот может быть там какая-то гибридная модель, насколько я понимаю, что группа IB как раз идет в этом направлении, когда все сенсоры и сбор трафика на стороне клиента находится, а сам анализ и находится в вашем серте или в облачном соке, наверное, так правильно. Ну, в действительности это изначально было правда так. У нас были локальные сенсоры, которые собирали трафик, анализировали его, и уже события с контекстом направлялись в центр реагирования, который назывался SOC-группой, и сейчас называется Gipsert. Да, и консоль как бы там была, да? Да, и консоль она клаудная, с ней взаимодействуют, и специалисты центра реагирования, и специалисты, и технические заказчики. Это достаточно удобно было для финансового сектора, потому что это здорово экономило деньги, это вообще не очень профильная деятельность для банков, предположим, и в целом очень удобно, приобретая продукт в рамках техподдержки, получить еще и такой сервис. Вот, однако рынок информационной безопасности в последние годы он меняется, и если раньше целевые группировки, они таргетировались на банки и на финансовый сектор, сейчас в банках и финансовом секторе стоимость атаки достаточно высокая. Вот, и рынок переориентируется, и они все больше начинают атаковать предприятия, в которых есть государственное участие. Это ТЭК, это промышленность, и это госсектор. А им в облако нельзя? Им в облако отправлять события нельзя. Мы свой продукт адаптировали к этой изменившейся истории. Еще в прошлом году, в 2019-м, у нас появился центральный модуль, который автоматизирует большую часть работы аналитика, называется TDS Handbox, и он, соответственно, может быть инсталлирован on-premise клиенту, чтобы его аналитики самостоятельно работали с решением. Задача была как раз снизить требования к квалификации персонала, снизить время принятия решений, увеличить их точность. Это было достигнуто за счет, в том числе, алгоритмов машинного обучения и за счет очень полного собираемого контекста каждого события, предоставления его в понятном, в человекочитаемом виде. В итоге аналитику не нужно обладать суперквалификацией в части целевых атак, чтобы эффективно работать с продуктом. А для коммерческого сектора вот эта шлобочная история, она же осталась, да? То есть она по-прежнему востребована? Абсолютно востребована. Большая часть клиентов, использующих TDS, они все еще используют облачный портал. Буквально сегодня произошла миграция с Legacy портала на теперь облачный централизованный модуль Handbox, который на всю Россию развернут теперь. Вот. Еще важная вещь – это то, что касательно анализа сетевого трафика, вообще-то есть технологии с MSSP-моделью, когда, возможно, не инвазивный анализ трафика, а без установки отдельного оборудования на сторону клиента. Мы сейчас занимаемся проработкой с некоторыми нашими партнерами такой схемы взаимодействия, и если мы там все юридические моменты победим, это будет еще удобнее, и тогда решение будет пригоднее для SMB. Здорово. Звучит очень оптимистично. Я желаю удачи вам в ваших начинаниях и в развитии этого, как мы увидели по нашему эфиру, достаточно сложного направления в глазах заказчиков. И большое спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.